Каля культ Малик ибнонадля сказал, дальше я сказал, я Расуль Аллаху, посланник Аллаха, ра айта раджулен, назаль ту биги фалям юкримни. О посланник Аллаха, сообщи мне на человеке, если я остановился у него, то есть имеется ввиду, приехал к нему в гости, и он не проявил мне щедрость. Валям юкримни, то есть не проявил мне щедрость, валям юкримни, валям якримни, и не проявил мне гостеприимства. А потом, через какое-то время, этот человек приехал ко мне в гости. Мне воздать ему так же, как он поступил со мной, или мне воздать ему тем же, как он поступил со мной? Нет, проявли ему гостеприимство. Братья, это очень важный хадис, который является шариатским правилом. В хадисе брать указание на важное шариатское правило, что каждый должен делать то, что ему приказано, Аллахом и его посланникам, саллаллаху алейхи вассалям. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Прости того, кто поступил с тобой несправедливо». «Поддержи узы с тем, кто разорвал их с тобой». Братья, это божественные правила. И поэтому у тебя выбор. Либо руководствоваться божественным правилом, либо руководствоваться правилом тагута, который тебе говорит, ага, на шею себе посадил, ноги мне свесит. «Если я ему прощу, он еще наглее станет», и так далее, и тому подобное. Это неправильно, это противоречит основы. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заканчивает эти слова, словами «Укулиль хакку валиукана аля навсик». «И говори истину». «Уаляу аля навсик, даже если это будет против тебя». И эти правила, братья, во всех вопросах и со всеми созданиями. Удивительно, что после таких хадисов кто-то передает единодушное мнение. Это Баракалуфикум, что касается гостеприимства. Один брат сидит, Баракалуфикум, и дает урок на русском языке. И говорит, «Иджма, единогласное мнение о том, что гостеприимство не является обязательным». Как, Сабханаллах, а что делать с этими хадисами? Мы до этого разбирали, Баракалуфикум, тему, говорили о подобных заявлениях. То есть о тех братьях, которые любят пугать людей словом «Иджма, Иджма». Как помните, родители наши пугали нас. «Бабайка, бабайка». Также в наше время любят пугать «Иджма, Иджма, Иджма, Иджма». Субханаллах. И они сами не осознают, эти братья, что подобными заявлениями они убивают сунну пророка, салаллаху алейхи вассалям. Они убивают сунну пророка, салаллаху алейхи вассалям. И убивают то, чем обязывает сунну людей. У нас есть отдельное видео, Баракалуфикум, по поводу вот этих заявлений про «Иджма, Иджма» и как убиваются через эти заявления сунна пророка, салаллаху алейхи вассалям. И люди перестают практиковать. Даже мы сегодня с вами говорили, Баракалуфикум, утром, когда проводили урок о том, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, помните, когда один человек говорит, «А можно я буду пить напиток вот немножко, то есть всего лишь одну ладошку?» Он говорит, тащется с ладошки и закончится чем? Рукой. И точно так же те братья, которые говорят, Баракалуфикум, в наше время нужно думать перед тем, как что-то говорить в русскоязычном мире особенно. Ладно, Баракалуфикум в арабском мире, там, где ислам, религия, там, где ребенок с самого детства молится и слышит азан, слышит Куран, но когда вы распространяете религию ислам здесь, на постсоветском пространстве, там, где вчера люди были атеисты, там, где люди были вчера далеки от религии Аллаху субхану алейхи вассалям, вы думаете, когда что-то говорите? Приходят братья и говорят одни, пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если кто-то из вас заходит в мечеть, пусть не садится, пока не прочитает два раката». Тут же кто-то составляет статью или же записывает урок, где говорит «Нет, два раката в мечети не является обязательным, является желатель». Когда приходят братья и говорят, «Барак Лауфикум о том или ином вещи?» Братья, среди ученых, да, есть разногласия. Некоторые говорят, что это новшество бита, а тот или иной вопрос. Тут же, когда, допустим, приходят братья и говорят, братья, пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал то, что ниже щикалки в огне, сразу же приходит кто-то и записывает урок и говорит, «Нет, в этом вопросе есть разногласия». Большинство ученых говорят, что это является мокром. Я не знаю, братья, это либо от лицемерия, либо от полного невежества, непонимания вещей и тех последствий, которые следуют после ваших фетв и так далее. Даже если ты где-то столкнулся с вопросом Эджмака, хорошо говорил шейх Мохаммад Ибн Саллиху Лисаймин, воспитатель этой общины в 20 веке. Он говорил о том, что ты когда доносишь до людей, не говори им слово ваджиб и не говори мустаха, а просто скажи, так приказал Аллах, так сказал пророк. И если после этого к тебе придет человек, придет человек и скажет, о шейх, я слышал, что пророк с Аллахом приказал так, или же что Всевышний Господь приказал в Куране, а у меня не получилось это выполнить. Я обязан, на мне лежит восполнение этого дела, я обязан его совершить, или может быть есть какое-то искупление. Вот тут ты уже используешь свои знания о том, что тот или иной приказ Всевышнего Господа или приказ пророка с Аллахом не является обязательным, а является желательным поступком. Тут ты ему скажи, брат, более правильно, что это желательный поступок, поэтому на тебе никакого греха нет, искупления на тебе никакого нет. То есть видите, когда нам помогает знание о том, что тот или иной приказ не в обязательном порядке нужно выполнить, а желательный. Так же, Барак Луфикум, вопрос нежелательности, вопрос мокруха и вопрос тахрима, харама. Если, Барак Луфикум, до тебя дошел запрет Всевышнего Господа или пророк с Аллахом, все, до людей доноси, и не надо им говорить, тут подразумевается мокрух, нет. А если уж пришел к тебе человек затем и сказал, что я все-таки совершил этот поступок, если нам не искупление, тауба и так далее, то подобное, тут ты ему скажи, что на самом деле это дело является нежелательным. Понятно, да? А так как вы изначально людям говорите, вот это не обязательно, вот это не обязательно, вот это не обязательно, это не харам, это просто мокруха, это мокруха, это мокруха, это мокруха, и после этого община расслабляется, после этого община ничего не делает, и после этого, как мы желаем величия этой общины, поэтому община после этого оказывается в унизительном положении, как мы видим это в сегодняшние дни. Некоторые люди в наше время отвергают многие положения Сунны только от того, что кто-то в старые времена передал единодушное мнение, противоречащее этому доводу. Исупавла, к сожалению, многие из русскоязычных, так называемых требующих знаний, застряли на этом. Братья, тот из ученых, кто передает единогласное мнение, он передает мнение только тех, кого он застал, только тех, о ком он узнал. И поэтому, допустим, говорят про такого, когда он говорит, что одиногласное мнение, он имеет в виду ученых шафийского мазаба, которых он знал, которых он застал. И поэтому имам Ахмад говорил, тот, кто заявляет о единодушном мнении, то есть имея в виду после поколения сподвижников, тот лжет. Откуда им знать, что может быть, что среди них было разногласие? Ибн Ахмад, объясняя слова имама Ахмада, говорил, имам не имел в виду отсутствия понятия в исламе единодушное мнение. Нет, оно есть, братья. И в своей основе единодушное мнение, братья, это то, в чем были единодушные сподвижники пророка, салаллаху алейсалям. Однако имам Ахмад и другие имамы хадисов встретили тех людей в жизни, кто отвергал достоверную сунну, заявляя о том, что эта сунна противоречит единодушному мнению. Или что единодушное мнение гласит о другом. И поэтому передается от Шафии и от имама Ахмада, что подобные заявления являются ложными. И что недозвольно опровергают сунну пророка, салаллаху алейсалям, подобными заявлениями. Об этом сказал Барак Луфикум Амин-Нухайм в книге Саваик-Аль-Мурсаля в Мухтасар Саваик, это 506 страница. Поэтому иджима, то есть единогласное мнение или единодушное мнение поздних поколений, это не довод, братья. Иджима, единодушное мнение поздних поколений, это не более чем заявление об отсутствии знания о том, что кто-то, опираясь на тот или иной довод, сказал по-другому. То есть когда человек говорит, иджима в этом вопросе имеет в виду, что я вот до меня не дошел, что кто-то говорил по-другому. Понятно, да? Вот это смысл иджима. Слава Богу! 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 Субтитры создал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok